Истец требует от бывшей невесты вернуть все его подарки. Ответчик не намерен отдавать подарки бывшего жениха, так как считает, что получила их заслуженно. Прошу всех встать. Прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Рудакова Марата Львовича Головановой Анни Витальевне. Иск заявлен о возврате материальных ценностей на общую сумму 380 тысяч рублей или возмещение их стоимости. Все верно, да, Марат Львович? Да. Пожалуйста. Обосновывайте заявленные требования, я вас слушаю. Ваша честь, перед вами находится Анна, моя несостоявшаяся невеста. Я требую, чтобы она вернула мне материальные ценности в размере 380 тысяч рублей, которые я потратил на нее. А что за ценности? Подарки. Подарки? Итак. Какие подарки? Здесь у меня имеются распечатки чеков, а также доказательства того, что операция оплаты была осуществлена с моей карты. Какие подарки? Подарки. Марат Львович. Смартфон. 134 тысячи рублей. Угу. Кольцо с бриллиантом, которое я подарил ей на нашу несостоявшуюся свадьбу. Помолвку. Серьги. 70 тысяч рублей. Серьги я купил, когда мы были в туристической путевке на Бали, которую также оплатил я. В поездке были на Бали, вы купили там сей. Сколько раз мы были в кафе, сколько раз я оплачивал и кафе, и еду, и напитки, а также дорогой ноутбук. 90 тысяч рублей. Угу. А почему вы просите вернуть подарки? Что случилось? Я прошу вернуть эти материальные ценности, потому что меня обманывали. На самом деле Анна является проституткой. Да не проститутка я. Да проститутка ты, чистой воды. Не надо так на меня говорить. Нет. Я делал эти подарки, по-настоящему любил этого человека. И не знал, что на самом деле человек зарабатывает на жизнь проституцией. Не зарабатываю. Зарабатываешь еще как? Не зарабатываю. У меня даже садинера нету. Пусторный, я призываю вас к порядку. И так. Продолжайте, Марат Львович. Вы узнали, что Анна Витальевна девушка с пониженной социальной ответственности. Да. Так. Я познакомился с ней в универе. Я учусь на пятом курсе. А она учится на втором. И как только я с ней познакомился, я сразу почувствовал к ней нежные чувства. За тот счет, что она сказала мне, что у нее никого никогда не было и никого нет. Но в тот же момент она начала выстраивать вокруг себя стены, притворяться просто недотрогой. То есть я не мог ее даже пощупать и за грудь взять. Тебе только это и важно. Нашел нужный момент и переспал с ней. Но и тут меня так же обманули. Меня обманули, и она притворилась, что я лишил ее девственности. А я в сферу своей неопытности в любовном вопросе поверил ей. По приезду я сразу понял. Женюсь. Благородно. Да. Мы отнесли документы в ЗАГС. И? Я подарил ей кольцо. И все было замечательно. Но через неделю мы приехали знакомиться к моей семье. И угадайте, от кого я узнал, что она проститутка? От моего родного отца. Вы можете поверить? От моего родного отца. А откуда ваш отец знает об этих обстоятельствах? Он был ее клиентом. Да не клиентом, мужчина. Да был он своим клиентом. Был. Он был ее клиентом. И потом после этого узнала моя мама. И поднялся страшный скандал. Начались ссоры. Угу. И, ну, в итоге, в конечном счете, они помирились. Помирились они за тот счет, что, понимаете, тем, что отец признался, он спас меня. Он спас меня, чтобы я не попался на крючок этой девки. Отец вам признался, что пользовался услугами ответчицы. Да. Интимными, да, на возмездной основе. Вам признался. И открылась правда, вы расторгли помолвку. Да. И сейчас просите вернуть подарки. Соответственно, конечно. Или у вас заявлены требования, значит, либо вернуть подарки, либо возместить их стоимость. Да. Либо-либо. Может, как-то определимся с одним требованием, нет? Все-таки вернуть вам подарки. 380 тысяч рублей. Материальная ценность, да. То есть подарки вам не нужны? Нужны деньги за эти подарки. Так, есть подтверждающие документы, да, стоимость? Да, есть. Передавите, пожалуйста, приставы. Ну, а то... Пожалуйста, прошу. Угу. Спасибо. Так. Значит, подарки просите вернуть из-за того, что расторгли помолвку. И теперь не хотите жениться на Анне Витальевне, да? Да. Понятно. Анна Витальевна, пожалуйста, ваше отношение к иску. Ваша честь, ну, ничего возвращать я не собираюсь. Чего это вдруг? Не собираюсь еще как. Как бы подарки были подарены по его инициативе. И возмещать денежно я не смогу, потому что я студентка, у меня денег нету. Так, а что по поводу вашей деятельности не совсем законной? Ну, ваша честь, понимаете, у меня в жизни такое обстоятельство произошло. У меня раньше была счастливая семья, мама, папа, брат. И мама, ну, она хорошо зарабатывала, она занимала ответственную должность, и она оплатила мне первый курс в университете. А потом так случилось, что под конец, ну, она умерла. Соболезненно. Вот. И, ну, как бы, ну, она откладывала какие-то деньги, но мы обычно не экономили, и она взятки никогда не брала. Была честная женщина, и тут я как-то подошла к отцу спросить, ну, а что делать со вторым курсом? Он мне тоже в слезах начал говорить, мы себе это позволить не можем. Ну, и я не знала, что мне делать. А тут, ну, я шла по дороге, подъехал мужчина на машине. А этим мужчиной был мой отец, да? Так, истец, я вас выслушал внимательно, теперь я слушаю, отвечу. Вот. И, ну, предложил познакомиться, мы познакомились, он меня подвез. О, начали встречаться. Потом он мне уже признал, что он, ну, признался, что он женат, и предложил, ну, оплачивать, ну, как бы за встречи помогать мне. Ну, я у него не просила, он сам мне предложил. Ну, я и подумала, что это мой шанс, что так я смогу оплатить, ну, свой университет. Вот. Я еще нашла других мужчин и начала встречаться. Решила накопить сумму, потому что если полную сумму заплатить, то так на 30% дешевле. Ну, я сразу же с ними рассталась, как только я все оплатила. Вот. Ну, когда я с ним познакомилась, я уже, ну, я старалась забыть эту страницу биографии, старалась, ну, как-то не думать об этом. А так получилось, что на первой встрече, когда он, ну, повел меня знакомиться с его отцом, ну, мы друг друга узнали, что это мой мужчина. Ну, на первой встрече он ничего не сказал. Если честно, мне было очень стыдно, ваше честь, я очень переживала за это. Я думала, это останется в тайне. Ну, и вроде бы на первой встрече, ну, я вдохнулась облегчением, а тут вот что произошло, он вообще все искажает. Да? Ну, а как было-то? Расскажи. Как было-то? Рассказывай. Мы через неделю поехали на дачу, ну, с его родителями, мы подали заявление в ЗАГС. Я думала, ну, все будет нормально, потому что, ну, я надеялась, что Марат от меня же был без ума, я надеялась, что его отец ничего не расскажет. А тут больше что произошло. После ужина он как бы вызвал меня поговорить, его отец. Угу. И начал, ваше честь, меня домогаться. Чего? Что? Он начал ко мне приставать, начал лезть ко мне в трусы. Ну, я испугалась, я сказала, ну, я замуж выхожу. Я его как бы оттолкнула. А он так хотел, чтобы, ну, говорит, если хочешь, чтобы я молчал, то давай, ну, как же. Вот. И я его оттолкнула. Он упал, ну, головой ударился, потерял сознание. Вызвали скорую, полицию. Что, когда он очнулся, он начал на меня гнать. Ну, я ей сказала, возьмите биологический тест пальцев. Ну, там же все понятно. Каких пальцев не было какого? Пытался меня трогать. Было такое. Так он же, ваше честь, он это дело потом замял его отец, когда я так сказала, что я могу заявление написать. Потому что реально можно было взять биологический тест. Что его отец козел, что он козел. Сама ты коза. И вообще, все мужчины должны знать, что, когда, ну, водят в рестораны или там за поездки, ну, на поездки куда-то приглашают, то никакой публичной оферты же не заключается. И даже если вы с девушкой потом вдруг расстаетесь, так это наибольшая потеря, чем деньги. Тебе всегда нужны были мои деньги, всегда. Не нужны, я тебя любила, ваше честь, я его правда любила. Кого ты не любила? Я думала, поженимся. Я была верной женой, я была любимой. Ну, понимаете, очень обидно, я очень страдала. А ему только деньги важны, он только деньги свои хочет. Да, конечно, страдала, она убежала бы к другому. Правильно ли я понимаю, Анна Витальевна, вы когда, ну, встречались с мужчинами, вы зарабатывали себе на обучение. Как только вы заработали и оплатили все обучение, Да, я прекратила это все делать, я постаралась это забыть. Деятельность, да? Хорошо, ну, то есть вся ваша правовая позиция заключается в том, что подарки не возвращаются, я правильно понимаю? Ну, как бы да. Правильно. У нас не было никаких договорений. У меня больше нет вопросов, суд удаляется для принятия решений. Прошу всех встать. Далее в программе. Я, когда привез заказ, позвонил этой женщине. Ну, а ты видел, кто перед тобой стоит, уважаемый. А я не собес и не социальная служба. Здоровый мужик заставил 80-летнюю женщину тащит на четвертый этаж 50-килограммовый груз. В результате пенсионерка в больнице, а мужчина в суде. И Кулаков нашел свое призвание. Ну, делать детей, поскольку я понимаю. Ну, за это не платят. Нет, не платят вам за это? Нет, за это, к сожалению, не платят. Плодородный год выдался у работника предприятия пищевых добавок. У него родилось четверо детей от разных женщин. Должен ли работодатель предоставить ему отпуск по случаю рождения каждого? Слушай, ты, это еще не конец. Мы еще с тобой разберемся. Да разберемся. Тебе только деньги важны. Все мне вернешь. Все мне вернешь. Не верну я тебе ничего. Ты сам, это твое желание было. Тебе ничего не помогало. Ты хотя бы хоть копейку в жизни бы заработал. Молчи, молчи. Прошу всех садиться. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав позиции сторон, оценив в совокупности все представленные суду доказательства, решил. Исковые требования оставить без удовлетворения за необоснованностью. Для отмены дарения предусмотрены императивные основания, установленные законом. Однако изменение личных отношений между одаряемым и дарителем в силу каких-либо обстоятельств к этим основаниям не относится. У суда в данном случае нет оснований не обязать ответчицу вернуть подарки, не оплатить их стоимость. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Понятно тебе. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Она тут слезь залила, что у нее денег нет. А чтоб деньги были, не надо проституткой работать. Надо идти на нормальную работу, хорошо оплачиваемую. Понимаете, такая роковая ошибка случилась. Мне так обидно, так обидно. Я же была бы хорошей женой. Никто бы так не любил бы Марата, как я. Вот только если бы не его отец. Вот все бы было у нас хорошо. Мы бы поженились. И я бы не изменяла. Была бы самой верной и любящей женой. Просто одна роковая ошибка. Вы уверены, что никому ничего не должны? Я ему ничего не должен абсолютно. А может быть, кто-то не торопится возвращать деньги вам? Я этому ублюдку никаких денег не верну. В этом суде каждый получит свое. Вы просили сделать по закону? Я сделал. Дела судебные. Деньги верните. Работаю я один в семье, а полмиллиона накопила моя теща. На нашем телеканале. Истец требует компенсировать моральный вред. Ответчик иск не признает. Заявляет, что произошла ошибка. Виталий Иванович, я вас слушаю. Обоснуйте свой иск. Значит, уважаемый судья, иск я предъявляю курьерской службе, курьерской компании. Потому что по вине курьерской компании моей маме Соколовой Зинаиды Игоревны был нанесен тяжкий вред здоровью. Значит, суть в чем? Мы с мамой живем отдельно. В разных квартирах. Мама живет на четвертом этаже четырехэтажного дома без лифта. У мамы дома три... Лифта нет. Лифта нет, да. У мамы дома три кошки находятся. И обычно еду кошкам покупаю я. Ну, завожу все как положено. В этот раз у меня была очень сложная ситуация на работе. Ну, скажем, цейтнот целый. Вообще там, я завал работы был очень сильный. Я подумал, ну, хорошо, попробую заказать через курьерскую службу. Даже через интернет-магазин, скажем так. Все, я позвонил. Они говорят, да. Заказать что? Корм для кошек? Корм для кошек и туалет для кошек. Я заказал. Я заказал, значит, три мешка по 30 килограмм корма и два мешка по 20 килограмм туалета. Три мешка по 30 килограмм корм. и два мешка по 20 килограмм. Это туалет по 20 килограмм. Оплатил доставку и оплатил доставку до квартиры. Ваша честь, я подчеркну. До квартиры. А сначала доставка была 2000 рублей. Когда я сказал, что до квартиры, они мне еще 1000 накинули и сказали, что тогда у вас доставка увеличится. Я говорю, хорошо. Потому что у меня дома мама одна будет. Все. Извините, пожалуйста, Виталий Иванович, маме сколько лет? Маме 82 года. А, 82 года. И? Вот. Значит, сижу я на работе, работаю. Звонок с больницы. Вы такой-то? Я говорю, да, я. Что случилось? Я не могу ничего понять. Они говорят, вот так и так приезжайте. Я приезжаю в больницу. Мне объясняет врач. Говорит, была вызвана скорая. Вашу маму привезли на скорой сюда. В тяжелом состоянии. Очень. Я к маме. Я говорю, можно? Да, меня пустили к маме. Я говорю, мам, что случилось? Она говорит, сынок, такая ситуация. Значит, ты был на работе. Звонок. Курьер. Я курьер. Здравствуйте, здравствуйте. Есть дома кто взрослый? Она говорит, нет, никого нету, извините. Он ей говорит, ну раз нету, я тогда ставлю подъезд и все, и уезжаю. Она говорит, как? Не поняла, как так уезжаю. Я говорю, сейчас спускаюсь. Она спустилась. Он начал какую-то, я не знаю, какую-то ахинею нести. Он говорит, я вот первый день вышел на работу, у меня аппендицит был, у меня тут швы разошлись, я тут пока донес от машины до подъезда, я нахожусь в полуоборочном состоянии. Это мне мама так рассказывает. Типа я в полуоборочном состоянии. Короче, я все ставлю, уезжаю. Мама посмотрела на него, говорит, ну ладно, сынок, что это, уезжай, что? Что? Ну что? Человек 82 года может сказать. Обратите внимание, мать-теца сама отпустила курьера. Да, конечно, отпустила. Но как? Она видит, что он начал ныть ей, понимаете? Если бы я был мужчина перед ним, я бы быстро осек его. Один звонил курьерскую службу, они быстро выздоравливают там. И ваша мама? А она берет мешок и пошла наверх с ним. Когда она поднималась, в этот момент у нее, как мне врач объяснил, у нее внизу живота, как правильно сказать, пупочная грыжа, короче, вылезла. И от этой боли она упала, и еще шейку бедра сломала. Вы представляете? В больницу ее привезли, все ее там бесплатно, ее лечили там, за ней ухаживали. Сделали три операции ей, маме. Но я не знаю, как это будет дальше складываться. Я не знаю, как... Медицинские документы есть? Теперь Крис, давайте. Да, пожалуйста, возьмите медицинские. То есть услугу, которую вы заказали и оплатили по курьерской доставке, оказана некачественно? Вообще некачественно? Можно сказать, наполовину даже не оказана. А она вообще не оказана? Квартиру не доставили. Она вообще не оказана? Из-за этого у нее попочечная грыжа и перелом шейки бедра. Да, верно, Ваша честь. Так, вот это вы оцените эти моральные страдания. 200 тысяч рублей. Нет, немножко другие моральные страдания. Ваша честь. Смотрите. У вас просто заявлен иск, да, компенсации морального. Да, на моральные. Все верно. Все верно, вы говорите. Суть в чем? Смотрите, у нас никогда не было такой ситуации с мамой, да. Как бы она старой закалки человек. Она привыкла все сама, с трудностями сама. А здесь ее посадили в инвалидное кресло. Сейчас она маломобильная, да? Она очень, очень маломобильная. После трех операций она вообще, она даже руки поднять не может. У нее руки аж вот так трясутся. Я на работе договорился, сделал себе гибкий график, чтобы только работать. Сейчас она проживает у вас, мама, и вы ухаживаете за ней? Да, и чтобы еще ухаживать за мамой. То есть я и работаю, и стараюсь за ней ухаживать. Ее надо и покормить, и искупать, и уложить. И ей очень удобно. Она плачет, она прям горькими слезами плачет. Мне ее жалко. Я самому корму в горло вот так подходит. Я вообще не знаю, что мне с этим делать. Но вот, собственно, из-за этого я и прошу моральную компенсацию. Понятно. Так, пожалуйста, Наталья Тарасовна, ваше отношение к заявленному иску? Я начальник отдела по работе с клиентами. А с иском мы не согласны. Почему? Мы, конечно, еще раз просим прощения у нашего клиента за то, что так произошло. Прощение просит, когда на ногу наступят. Он просит ваше прощение экстраполировать в денежный эквивалент. Вот. Моральный вред говорит, что ваш курьер моральный вред существенный ему доставил. Потому что мама получила вред здоровью из-за того, что ваш курьер отказался нести товар до того места... До подъезда? До квартиры? В связи с этим, в связи с этим... В связи с теми условиями услуги, которые были изначально сторонами оговорены. Да, в связи с этим, конечно же, наш сотрудник уволен, если нужны документы... И что от этого, Виталия Ивановича? У меня с собой есть. От того, что вы его уволили? Дело в чем? Дело в том, что компания, как таковая, в этом не виновата. Виноват непосредственно в курьер, в том, что он нарушил все инструкции, которые были указаны в компании, а не ему, то есть его инструктировали и так далее, он за это понес. Наказание он уволен. За противоправные действия работника кто несет ответственность? Смотрите, дело-то в чем? Руководитель. Кто несет ответственность? Я понимаю, что руководитель, но... Ваш работник нарушил закон ваш работник? Я понимаю, что наш работник. Кто несет ответственность? Теперь он же не наш работник. Он уволен. На тот момент он был вашим сотрудником? На тот момент, да, он был нашим сотрудником. Да, мы несем ответственность. Но дело в том, что инструкция, по которой работают сотрудники, она создана для всех. Все наши сотрудники проходят инструктаж, что они имеют право, что не имеют право делать и так далее. И что в этой инструкции написано? В этой инструкции четко было прописано, что если клиент говорит там до двери, то до двери. Тем не менее, сотрудник наш уволен, и я считаю, что компания в этом не виновата. Почему? Объясню. Дело в том, что у нас 500 человек, более 500 человек работают в компании. Каждый раз, каждый день происходят разные ситуации, бывают и конфликтные. Для этого у нас создана горячая линия. Горячая линия, по которой можно позвонить, сказать, вот у нас вот такая вот проблема, и эта проблема быстро решится. Только чтобы позвонить, у нее кнопочный телефон, вы можете это понять, уважаемые. У вас мама старик. Вы бы ее проинструктировали. Я маме сказал, что курьер доставит прямо до квартиры. Но надо было ее проинструктировать, понимаете? До квартиры. Все, прекратите переговоры. Документы я передал сюда. Виталий Иванович знал, что его мама пожилой человек, что сама она не справится. Именно поэтому заказал доставку до квартиры, понимаете? Вот произошла такая ситуация. Она могла позвонить в конце концов своему сыну, сказать, сынок, у меня вот такая проблема. И сынок, я думаю, быстро бы решил. А ваш курьер мог бы исполнить все в четком соответствии с условиями договора. Если бы один звонок был бы в горячую линию, вопрос был бы сразу решен. Может, вы ее со своей инструкцией знакомили? Да при чем тут с инструкцией? Я не понимаю, при чем здесь? Просто понимаете, компания... Вы оказали некачественную услугу. Работа... Ну, согласитесь же, некачественную услугу, правильно? Вы ее даже, так сказать, не оказали. Вы ее эту услугу не оказали. Работа компании оценивается не по ошибке одного курьера. Я не оцениваю работу вашей компании. А по возникновению компании решить вопрос. Я оцениваю конкретную ситуацию, которая произошла из-за того, что ваш сотрудник не исполнил условия договора. Я считаю, что компания в этом случае не виновата. Виновата еще так. Ну, вы имеете на это право. Смотрите, в конце концов, она могла оставить эти пакеты на улице. И если бы, да, допустим, позвонить... Человек, выросший в Советском Союзе, оставит пакеты на улице? Серьезно? Это я могу оставить. Я просто знаю, что вы мне потом еще вернете и еще сверху заплачете. Я об этом знаю. Вы, как юрист, об этом знаете. А мама истца, 82 года, она об этом не знает. Никогда в жизни не оставит ничего. Вдруг уточен. Если бы даже украли бы, все бы возместили. Он что, не видел, кто перед ним вышел? Так, к свидетелю заявлен еще в ответе. Кого можете допросить в качестве свидетеля? В качестве свидетеля у нас тот самый курьер, который, я так считаю... Вы, конечно же, меня извините, но я считаю, именно он должен быть ответчиком в этом деле. Я не понимаю, в принципе, чего вы хотите доказать допросом свидетелю, но... В принципе, да. ...удовлетворяю ваше ходатайство. Я думаю, можно его посвать, да послушать. Пожалуйста, Павел, пригласите свидетеля-ответчика в зал. Свидетель-ответчика, войдите. Добрый день. Да, вот он, курьер. Здравствуйте. Войдите, пожалуйста, к представителю-ответчика. Представьтесь. Я тот самый курьер. Как зовут вас? Бирюков Павел Васильевич. Павел Васильевич. Почему вы не оказали услугу с теми условиями, по которым она была оплачена, доставка до квартиры? Я думаю, что мое бывшее начальство подтвердит, что, в принципе, я работаю нормально, никогда никаких проблем со мной не было. Почему не доставили груз в квартиру? Ну, это был очень тяжелый, суматошный день. Ну, вы понимаете, ну, курьерская работа, она очень такая склочная, суматошная и нервная. Еще голове... Выберите себе другую профессию. Ну, уже выбрал. Почему вы, 82-летнего человека, оставили со 130 килограммами товара на улице, когда должны были донести товар в квартиру? Почему? Перед этим злополучным заказом я весь в мыле просто не туда посмотрел. И я был уверен, что у меня этот заказ до подъезда, а не в квартиру. Я, когда привез заказ, позвонил этой женщине, она спустилась, молча подписала акт приемки, взяла сумки и ушла. Ну, а ты видел, кто перед тобой стоит, уважаемый? А я не собес и не социальная служба. А кто ты? Если ты так любишь свою мамашу, то заказывал бы этот свинячий корм. А кто ты? Так, все, свидетель, покиньте зал судебного заседания. Я все, что хотел, от вас услышал. Он даже не хочет признавать вину, ваше честь. То есть, я так понимаю, ваш сотрудник, бывший, подтверждает тот факт, что он не исполнил условия заказа. Да, он подтвердил. И вы подтверждаете, что доставка была оплачена до квартиры, вы это не исполнили. Правильно? Компания уже уволила сотрудника. Правильно. Все, суд удаляется для принятия решений. Прошу всех встать. Далее в программе. И Кулаков нашел свое призвание. Ну, делать детей, поскольку я понимаю. Ну, за это не платят. Нет, не платят вам за это? Нет, за это, к сожалению, не платят. Мужчина праздновал рождение детей и брал трехдневный отпуск четыре раза за год. За это его уволили. Кто прав? Работник или работодатель? Поглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав позиции сторон, оценив в совокупности все представленные суду доказательства, решил. Заявленный иск удовлетворить частично. Заскать с курьерской службы в пользу истца стоимость некачественно оказанной услуги 3 тысячи рублей, компенсацию морального вреда 100 тысяч рублей, штраф за добровольный отказ исполнить требования потребителя 56 тысяч 500 рублей, которые взыскиваются также в пользу потребителя. Поскольку ошибку курьера-получателя решила устранить своими силами, которые она явно переоценила, ею были получены травмы. Однако они были связаны в том числе и с состоянием здоровья в силу ее возраста. Поэтому суд снижает сумму моральной компенсации до 100 тысяч рублей. Все понятно в решении суда? Да, понятно ваше. Дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Пусть они 3 месяца доставляют там свой этот корм, но самое главное, чтобы больше такие люди, как моя мама, не пострадали. Да, конечно, но фирма же не может отвечать за каждого сотрудника, у которого непонятно, что с головой. Ну что, теперь выплатим. В правовом конфликте побеждает тот, кто первым обратится к юристам. Кто виноват? Она виновата. Татьяна. Она виновата. Если вы не можете вернуть свои деньги... Обещала мне все вернуть, а сам взял и помер. Негодяй какой. Если семейный скандал вот-вот превратится в развод... Ты 8 раз изменил и заявляешь это в суде сейчас. Обращайтесь в нашу юридическую консультацию. Наследуются и имущества, и долги. Как так? Вот так. Гражданский кодекс. Это бесплатно. Истец считает, что его незаслуженно уволили, когда он находился в отпуске по рождению ребенка. Ответчик утверждает, что работник брал отпуск по рождению детей 4 раза в год. Прошу всех вставить. Прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Кулакова Антона Павловича к своему работодателю. Иск заявлен о восстановлении на работе и об оплате вынужденного прогула в сумме 30 тысяч рублей. Дело у нас слушается с участием прокурора. Прокурор в зале присутствует. Спасибо, присаживайтесь. Пожалуйста, Антон Павлович, я слушаю об основании вашего иск. Добрый день, Ваша честь. Меня незаконно уволили с работы. Я почти год работаю на предприятии. Мы производим пищевые добавки. Кем работаете? Я на конвейерной линии стою, как раз непосредственно с производством связан. До этого 7 лет работал на мясокомбинате. И ни одного нарекания, ни на одном месте работы. В мой адрес со стороны начальства никогда не было. И тут меня увольняют по статье в связи с прогулами. За прогул вас уволили? Да. Но только какие прогулы? Если я взял три, положенных мне по закону, официально в выходных дня в связи с рождением у меня ребенка. Так. Написал заявление. У вас родился ребенок? Да, у меня родился ребенок. Я написал заявление, подошел к руководителю отдела. Сергей Владимирович мне все одобрил, все согласовал. И я со спокойной душой отправился на выходной встречать новорожденного и его маму. Так. Потом помогал женщине, мы ездили, покупали коляски, пеленки, распашонки. Ну, все, что необходимо при рождении нового ребенка. Ну, соответственно, с друзьями немного это дело отметили. И через три дня на четвертый, как положено, я пришел на работу. Правда, опоздал на час. Но пьяным не был, просто проспал в связи с тем, что перебрал накануне. И вызывает меня директор нашего предприятия в свой кабинет. И вместо того, чтобы поздравить меня с радостным событием, вручает мне приказ об увольнении. Говорит, что, мол, надо было подойти к ней, согласовать заявление с ней. А так все это незаконно. И все эти три дня признаны прогулами, в связи с которыми меня, собственно, увольняют. Но, честно говоря, мне кажется, что она вообще не верит, что у меня родился ребенок. Хотя я предоставил ей справку из роддома. А ребенок-то родился? Да, вот свидетельство о рождении. Есть подтверждающие документы? Предоставить. Вот сын Герман у меня родился. Все как бы подтверждено свидетельством о рождении. Все документально. Давайте мне, Антон Павлович, сразу ваш трудовой договор, приказ об увольнении свидетельства о рождении ребенка и копию заявления, которое вы подавали о предоставлении вам трехдневного отпуска в связи с рождением ребенка. Так, то есть вы считаете, что вы... Я считаю, что все эти предъявы, они вообще не обоснованы. Согласно закону, имели право отсутствовать, написали заявление, вам ваш непосредственный руководитель согласовал. Это, да, начальник? Все верно, да. А вас уволили за прогулку. Вы считаете, это незаконно? Мне кажется, что это личное отношение ко мне, вот нашего директора. Дело в том, что она одинокая женщина, и, возможно, у нее какие-то... Ну, такая дискриминация по половому признаку. Минуточку, колокольчик. Соблюдай субординацию. Я все-таки хоть и бывшую, но такой директор. Я не согласился на ваших требованиях, да, без личных оценок участников процесса. Пожалуйста, Алевтина Георгиевна, вы, я так понимаю, руководитель этого предприятия, который занимается производством пищевых добавок. Так. Я директор. Вы уволили Антона Павловича. И считаю свои действия законными. И отменять их... Соответствующими законами. Да, да, да. Соответствующие. Так, пожалуйста. Вот закон как раз на вас возлагает обязанность доказать, что увольнение было законным. Пожалуйста. И восстанавливать Кулакова на рабочем месте я не собираюсь. Почему? Ну, не может у человека за год родиться четверо детей. В смысле? А именно столько раз Кулаков отпрашивался в отпуск по рождению ребенка у своего начальника. Вот, я понимаю, начальник отдела мужчина, и это мужская солидарность, вот, но это уже надо было прекратить. Что прекратить? Не может у человека родиться четверо детей за год. А у вас... Ну, как так не может? Да, у меня четыре ребенка. Ну, от разных женщин. Да, у меня одна жена официальная. И один ребенок от официальной жены. А остальные трое детей у меня от разных женщин. Вот именно. У Кулакова есть законная супруга, которая в прошлом году родила от него ребенка. Ну? Это я видела этот документ. Это я признаю факт рождения у Кулакова. Законного ребенка. А все остальные его прогулы на работе, я считаю, профанацией и офицей. Почему? Нет, дети срождались действительно? Да, есть свидетельство о рождении. Вот я передал на всех детей. Вы отец этих детей? Да, я всех их признал. Свидетельство о рождении? И готов принимать участие в воспитании всех. А, да, тут целая пачка, я что-то не обратил внимания. Да, 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 четыре следствия о рождении. Свидетельство есть, но там фамилии все. Не Кулакова. Так, это Кулакова, Виолетта, Антон, жена, да? А это все сиротины Жданова, Рожкова. Это другие женщины, да. Другие женщины. Так, интересно. Угу. И? Вы считаете, что... Я считаю, что это аферы права нации и прогулы на работе. Нет, подождите, но дети-то рождались. Дети рождались, но я не верю, что это его законные дети. Ну, вот он указан отцом везде. Кулаков Антон Павлович, отец ребенка. Ну, это незаконные его супруги. Причем здесь супруга? У нас в Трудовом кодексе написано, если у человека рождается ребенок, он имеет право на три дня отпуска. Он писал заявление? Писал. Ну, измените. Вас что возмущает? Сам факт, что это четыре раза в год? Меня возмущает постоянное отсутствие Кулакова на работе, неисполнение своих прямых обязанностей, опоздание после этих отгулов. Подождите, вы его уволили за прогул? Да. Он отсутствовал на работе, у него родился ребенок. Вообще неважно, от кого он родился. Его? Кто это у вас последний-то тут? Герман. Сын Германа, вот последний. Герман, так, это Мария. А, вот, Герман Антонович родился у него. Ну, это все понятно. Основания были отсутствовать на работе? Были. Вы его за прогулы уволили. Почему за прогулы-то? Ну, Кулаков, это какое-то наказание для нашего предприятия. Какое наказание? У меня скоро больше некому будет работать. В смысле? Одна сотрудница забеременела. Люди говорят на работе, что это беременность от Кулакова. Второй появился живот. Она говорит, что поправилась. Ну, я-то знаю. И видела, как она начальника отдела просилась ночную смену. Нет, не все. Не все. Она просилась ночную смену с Кулакова. Могу себе представить, чем они занимались там на работе. Сама просилась? Да. Ну, то есть, я так понимаю, все по-обоюдному. Согласен. Да? Да, главное, что женщины. Это все довольны. А что-то интересное у вас такой секрет, что женщины от вас так хотят детей рожать в таких количествах промышленных. Все, меня прет размножаться. Может быть, дело в пищевых добавках, которые мы производим. А, вы что-то производите и пьете? Ну, нам периодически по праздникам выдают, да, какие-то... Увеличивающие интенсивность инстинкта размножения. На пищевые добавки. У нас все по сертификату и по ГОСТу. Эти пищевые добавки добавляются витамины, мужские витамины. Да, они улучшают здоровье мужское, там, координацию сердечное, нервное. Ну, может быть, и повышают потенцию. Эффективные, видимо, у вас добавки-то. Да, 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 может быть, повышают потенцию. Эффективные. Но совесть-то надо иметь. Это просто моральное поведение, столько плодиться и размножаться. Кулаков не представляет, что ему придется всех этих детей содержать. Если это по обоюдному согласию, это вообще не наказываемо. Во-вторых, у нас в стране президентом развернута программа повышения рождаемости. Нет, я все понимаю. Мы не на производстве, не в рабочее время. Ну, делают-то, может, они детей не на производстве, не в рабочее время. Вы знаете, столько лет директор этого предприятия улучшала поведение. Нет, если бы вы его уволили. Моральные принципы. Если бы вы его уволили за моральное поведение. И все разрушил. Я бы еще понимаю, так вы его за прогул уволили. Если бы он еще там бросал этих детей, не признавал их, а я так понимаю. А женат в курсе вот этого всего вашего? Она вообще святая женщина, да. Она в курсе, и все хорошо. Нет, жената может быть и святая женщина, но Кулаков далеко не святой. Как она вообще все это терпит? Я не понимаю. Вы же, пожалуйста, жену не трогайте. Это очень больная тема. Вы детей-то содержите всех своих новорожденных? Ну вот видите, сейчас не могу. Меня уволили, поэтому я и пришел, чтобы меня восстановили. И зачем же вы уволили? Мы говорили, что отец. Мне нужны деньги и работа, конечно. На что будет детей кормить? Ну извините, не за счет моего предприятия. Во-первых, Кулакову ставка 30 тысяч. Ну просто не хватит на всех детей. Во-вторых, это будет просто приходящий какой-то папа раз в неделю. Ему просто некогда будет общаться с детьми, насколько я понимаю. Он будет все время работать. Главное, что они довольны. И Кулаков нашел свое призвание. Ну делать детей, поскольку я понимаю. Ну за это не платят. Не платят вам за это? Нет, за это, к сожалению, не платят. Хочет добавки производить. А уж его личная жизнь, это его личное дело. То есть вам не нравится просто его моральный облик, да? Морально-нравственное его поведение. Что вы считаете это распутанным поведением? Я считаю это аморальное поведение. Аморальное поведение. Я вообще считаю, что вы лучше... Но уволили вы его за прогул. Да. А у вас дети есть? Нет. Нет. А вы добавки-то не пьете ваши, да? Нет, не пью добавки. Попить вам добавок? Да, вы будете о своей личной жизни задумывались. Подобрести. Может быть, у вас и добрее бы стали. Ну хорошо, по существу спора есть еще что-то добавить? По существу. Я считаю, ваше честь, что незаконно увольнять человека за то, что у него много детей, пусть даже от разных женщин. Поэтому требую и прошу меня восстановить и выплатить мне. У представителя ответчика реплики будут? Нет, это не человек, это просто быкосеменитель какой-то. Извините меня. Возможно. Вы и правы. Я не понимаю, зачем мужчины... У меня больше нет вопросов, суд удаляется для принятия решений. Прошу всех вставить. Алифтина Георгиевна, ну восстановите, будьте человеком, что вы в самом деле-то на принципе идете. Вот после того, что ты мне сказал, я даже не подумаю, тебя восстановлю в этой работе. Не подумаю. Принципиальная вы Алифтина Георгиевна, конечно. Вот такая ее. Прошу всех садиться. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав позиции сторон и оценив в совокупности все представленные суду доказательства, решил. Заявленный иск удовлетворить. Восстановить истца на работе в ранее занимаемой должности. Взыскать с ответчика в пользу истца заработную плату за время вынужденного прогулы в сумме 30 тысяч рублей. У работодателя не было оснований для увольнения истца. Причины отсутствия истца на рабочем месте соответствовали указанным заявлением о предоставлении трехдневного отпуска причинам, то есть рождение ребенка. Что подтверждено документально. А несоответствие истца морально-нравственным критериям его руководителя не является основанием для его увольнения. Уж тем более за прогул. Суд огласил свое решение. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Ну, класс. Теперь буду думать, как премию выбить. Мне расчет детей содержать. Конечно, непонятно это все. У нас полстрадная батерей одиночек из-за таких вот Кулаковых. Я, конечно, не собираюсь поощрять вот это все, что он у меня творит на предприятии. Буду следить за ним. Не собираюсь продолжать эту династию Кулаковых у нас на предприятии. Это просто возмутительно. Очаровательные девушки делают из мужчин банкротов. У меня очень сложная финансовая ситуация. Так это твои проблемы. Нам нужно затраты немножко сократить. Ну, сокращай. Лучшие друзья занимают и не возвращают деньги. Антон, ты меня режешь просто вживую. Инструкция, как не стать жертвой. Он просто ищет какого-то лоха, чтобы поймить денег. От Дмитрия Агриса. У вас был два варианта. Цивилизованный и преступный. Вы выбрали почему-то преступный. И Николая Бурделова. Суд определит, кто виновен. Дела судебные. Деньги верните. Смотрите и запоминайте. Деньги верните.